Ржавые вагонетки, стены на подпорках, вода в шахте. Донецкие метростроевцы уже полтора года не видели финансирования. Сегодня у них появилась надежда. Первый большой государственный транш за долгие месяцы ожидания. Новость о том, что на развитие Донецкого метро выделили 20 миллионов гривен, сообщил городской голова Александр Лукьянченко. Теперь, отмечает мэр, долги по зарплате значительно уменьшатся. Первый транш по финансированию Донецкого метро 20 миллионов пришел из государственного бюджета. Мы практически 7 месяцев финансировали из городского бюджета. Поэтому я думаю, что полностью по зарплате мы сможем в самое короткое время рассчитаться. По задолженности, по зарплате. Проходить в месяц 400-500 метров, а не 8, как сейчас. Это возможно, говорит руководитель Донецкой дирекции метрополитена Виктор Шаталов. Но для этого нужен проходческий щит, который стоит 14 миллионов долларов. О таких деньгах мечтать не приходится. То, что уже сделано, проложено 2 километра подземных путей, возобновляется работа на станциях. Три станции мелкого заложения, то есть на поверхности, три станции глубокого заложения, то есть на 6 километров подземный выработок. Метростроитель сегодня работает под землю, естественно, мы не бросали. Метростроевцы понимают, все бросить значит спровоцировать экологическую катастрофу. Но даже если зарплату выплатят, работать будет не на чем, говорит Владимир Филонов. Он на стройке 4 года. За это время планы в связи с нехваткой финансирования менялись несколько раз. Сначала была задача продлить тоннель до аэропорта, потом сократить путь до центра города. Пришло все внеуходность получается. Насосы, во-первых, погорели, нам ничего не покупается, все восстанавливается со старого. Нужно новое оборудование, новое. В принципе, начать работать можем пока и на старом кое-как, но в основном все требуется новое. Полтора года денежного затишья дали о себе знать. Сейчас все пришло в негодность. То, что уже проложено, нужно полностью перестраивать. Транш, который сейчас нам первое выделили, он, конечно, нам позволит начать работы. И нам нужно за эти короткое время подготовить площадки, их переоборудовать, переоснастить к тем большим объемам работ, которые будут предопределены возросшим финансированием. Работники метрополитена надеются на то, что финансирование в полном объеме возобновится, а значит, возвратятся люди. За три последних года в связи с невыплатой зарплаты уволилось около 600 человек. Сейчас работает 100. Если государственные деньги будут приходить без задержки, говорят дирекции метрополитена, работу тут смогут предоставить 4000 человек, а первую очередь метро сдать к Евро-2012.